Всем привет! Творческая мастерская Rolex Media продолжает проект «Смоленская прачечная», проект, на котором отстирываются грязные пятна смоленской общественно-политической жизни. Саша, привет! Да, привет! Как здоровье? Сегодня ты без маски? Боремся, боремся. Что, у нас эпидемия в Смоленской области, гриппа идет на убыль, зато началась эпидемия отставок, не мотивировая. Саша, мы с тобой сидим вдвоем на двух стульях, а как ты считаешь, вопрос, который мучает меня всю эту неделю, я тебе даже в скайпе писал, задавал этот вопрос, можно ли долго усидеть одному на двух стульях? Ну, конечно, как гласит народная пословица, одной попой на двух стульях не усидишь. То есть ты все-таки, ну ты понимаешь вообще, к чему я клоню? Ну, поясни. Я догадываюсь, но лучше конкретики ничего нет. Ну, меня вот интересует ситуация с нашими глубоко уважаемыми коммунистами. Представитель этой партии был у нас на нашем прошлом эфире так называемом. И на этой неделе мы рассуждали на тему, можно ли одновременно долгое время находиться в коалиции в исполнительной власти, да, и при этом вроде как строить из себя оппозиционеров, родителей из-за интереса народа и так далее. На мой взгляд, лидеры смоленских коммунистов, это господа Кузнецовы, они очень оторвались от основного коммунистического отряда, который, к сожалению, марширует на месте. И хочу сказать, что, видимо, и дальше он продолжит этот марш, поскольку не в интересах Кузнецовых, чтобы ситуация изменилась. Саш, ну вот еще одна тема, которую, так сказать, навеяли обсуждения нашей передачи в социальных сетях, это наша политическая принадлежность, принадлежность нашей прачечной. Да, кто-то нас пытается сосватать там за коммунистов, кто-то за справедливоросов. Я хотел бы, ты знаешь, все это очень интересно, это своеобразный жанр гротеска, фантасмагории. Я его хочу подхватить и продолжить. Я думаю, что скоро, естественно, к смоленским эсерам присоединятся смоленские коммунисты. К этой политической коалиции вскоре подтянутся смоленские единороссы. И у нас в Смоленской области появится отдельно коалиционное правительство и отдельная политическая коалиция, в которой будут все. Я думаю, что и либерал-демократы тоже не останутся в стороне и валятся в их стройные ряды. Вот, к примеру, идет отряд по ходным порядкам. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Ну, вообще, шутки шутками, но мы действительно приглашаем на нашу передачу представителей «Единой России». По-моему, мы уже троих приглашали. Я думаю, что мы можем пригласить в нашу передачу и главу региона Алексея Островского. Мы будем рады его видеть. И таким образом мы закроем все вопросы, кто же финансирует смоленскую практику. А он уже заключил с нами госконтракт Островский? Мы пригласим и спросим. Ну, не знаю, мне вот лично кажется, может я ошибаюсь, но вот я, сколько слежу за интервью Островскому, я, в принципе, не видел… Для нас, в принципе, самое главное, да, это чтобы был интересный собеседник. Мне кажется, он не очень интересный собеседник. Он все время говорит какими-то фразами, отлитыми в каком-то металле. Но не в золоте и не в броню. Это потому, что ему не задавали интересных вопросов. Если Алексей Владимирович придет к нам, то у нас будет интересный и содержательный диалог. Это однозначно. Как говорит его старший товарищ по партии. Саш, у нас еще одна дата. Это день российской печати. Вот совершенно недавно достаточно интересное было решение. Просто следственный комитет буквально за день до дня российской печати опубликовал официальный пресс-релиз о том, что нападавший на редакцию «Смоленской народной газеты» и похитивший ее, так сказать, привлечен к уголовной ответственности, будет судим. И, как выяснилось, данный гражданин, на самом деле, в общем-то, реальный пацан. И, на самом деле, он вообще никакой, как я так понял, он не преступник. Он Робин Гуд. Ну, во-первых, ты думаешь, что случайно именно ко дню печати завершилось это уголовное дело? Я думаю, что это совпадение. Совпадение. Ну, а что касается этого молодого человека, ему 32 года, как стало известно из официальной информации Следственного комитета, я считаю, это патриот своего города, который решил защитить от черной критики журналистов, в том числе, видимо, твоей критики, областные власти. В принципе, я считаю, что у него, на самом деле, очень хорошее карьерное будущее в нынешней вертикали. То есть, он исполнительный человек, он идейный человек, и он, в принципе, вполне может, мне кажется, сделать. Только единственное, что его, так сказать, будет стопорить, это судимость. Мне кажется, более странным другой аспект. Следственный комитет считает мотивом для нападения на редакцию и похищения тиража личную неприязнь нападавшего. Нет, не личную, неприязнь нападавшего в газете к тому, что он опишет. Да, и второй аспект, что остальные девять соучастников этого благородного набега… Ничего не знали. Это напоминает, конечно, произведение Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Благородный разбойник Дубровский похитил тираж, чтобы другие люди не узнали о добрых делах. Были надеты, соответственно, маскарадные шапки и прочее, и прочее. И тираж вывезли, и где-то там уже за пределами города сожгли. Саш, еще одно событие уходящей недели – это отставка Людмилы Иваниченко, руководителя департамента образования. На мой взгляд, достаточно странная отставка. Я, так сказать, не идеализирую никого из наших руководителей, но все-таки человек с достаточно приличным послужным списком и с огромным опытом. Вот это тенденция какая-то у нас? Это очередная неожиданная отставка. Предыдущая – это увольнение по семейным причинам Илоны Кротовой. Вот действительно, несколько необъяснимых отставок и, соответственно, назначений, они, мне кажется, говорят о недостатке управленческих кадров в Смоленской области. Ну и коли же мы заговорили о профессионализме, вот хотелось бы и представить нашего гостя – это человек, который имеет колоссальный управленческий опыт, который в свое время занимал очень видный пост, пост губернатора Смоленской области – это Александр Дмитриевич Прохоров. Александр Дмитриевич, во-первых, спасибо большое, что пришли в наш видеоблог, в нашу программу. Вы несколько раз, с тех пор, как перестали быть губернатором Смоленской области, пытались снова вернуться в большую политику. С чем это связано? И нет ли у вас такого ощущения, что на вас есть, ну, может быть, некая черная метка такая? Власть пытается блокировать ваш камбэк, да, как говорит сейчас молодец? Есть, конечно, такой элемент, вы правы, что-то такое есть. Во-первых, не выходя далеко в историю, надо сказать, что сами, вот когда я избирался губернатором, вы помните, что это красная волна была, и как бы вот это уже было определенное отторжение тогда у власти. У вас еще есть вот эта красная волна? У нас часто говорят о необходимости консолидации политической элиты Смоленской области, но в то же время происходит следующее. Приходит новый губернатор, старый губернатор становится тут же плохим, его команда тут же практически вся вычищается. Вот вы, наверное, были в подобной ситуации. Скажите, насколько это правильно и полезно для регионов? Ну, понимаете, это, как говорится, это характеризует уровень, скорее всего, руководителей вновь пришедших. Вот вы бы не могли про меня бы так сказать, потому что у меня процентов на 60 команда осталась Азлушенкова в свое время, если проанализировать. И у меня вот еще в чем всегда, вот в последнее время мне нравится тенденция, это тенденция этого, как его, если можно так сказать, варяжества. Очень тяжело людям, которые пришли со стороны, я не хочу говорить, что они там малоспособные или менее способные, скорее всего, они даже более одаренные. Но для того, чтобы даже найти, как правильно открываются все двери в туалеты, надо не один год. Вот тут как раз мы сейчас переходим к теме профессиональной подготовки кадров, вообще их наличие. Второй момент, вы знаете, мне кажется, что кадровая политика, она в основе своей прекратилась где-то на периоды 90-х годов. То есть, она не существует вообще, понятия кадровой политики. В Смоленской области вы имеете в виду? Ну, Смоленскую область. И вообще с кадрами Смоленской области, и надо цитировать великого, наверное, нашего соседа Александра Григорьевича, который всегда говорил, что кадры надо регулярно перетрахивать. Помните, он такую фразу была, была такая. Но периодичность он не уточнил, насколько регулярно. Да, но все равно. Но перетрахивать можно и каждый месяц. Поэтому здесь дело такое, что меня очень, конечно, удивляет, что большой пласт невостребованных людей сейчас находится, которые смогли бы руководить. Я вот в последнее время работал в системе строительства, и хочу сказать, что почему-то не обратили внимания, не обращают совершенно внимания на таких, как молодых ребят, как Косых, например, Вадим, тот же самый Степанов. Так, а может быть, они сами не идут? Подождите, подождите, подождите. Вы это, что такое сами не идут? А кто хотел в свое время идти во власть? Когда человек идет во власть, он же, наверное, все-таки должен понимать, что эта власть стабильна. А может быть, нет ощущения стабильности власти. Стабильность не первична. И не должно быть первична. Есть еще какое-то, есть какое-то еще мнение, обязательство, понимаете? Конечно, хорошо сидеть в своем бизнесе и заниматься там своим бизнесом. Может, им комфортно так? И комфорта, им комфорта, конечно, правильно вы говорите. Но в свое время даже и меня, когда двигали с одной стороны, с одной позиции на другую, я тоже не всегда хотел этого. У вас было чувство долга, может, еще со временем СССР. А что, сейчас это чувство куда-то исчезло? Не кажется, да. Да нет, нет. Надо убеждать, надо как-то с людьми работать. Я вот смотрю на последние руководители, скажем. У меня светлое пятно от руководителей области осталось очень светлое. Только от Питкевича, к сожалению. Человек, который... Ну, почему? Почему? Что даже так? Человек, который очень быстро ориентировался, очень быстро входил в положение дел и очень хорошо все это соображал. Ну, соображал, понимаете. И вот потеря ему, конечно, для области... А скажите, пожалуйста, вот действительно приезжает человек из Москвы. Никто же не застрахован, что и следующий губернатор будет тоже не Смоленский. Сколько требуется времени реалистично для того, чтобы просто войти в курс дела и уже только после этого начать работать? Ну, давайте так. Я вам сразу скажу, что даже если ты не городе, а местный, и даже если ты поднимался... Ну, я всегда вот на свой пример, что я поднимался с районного звена, район, город, потом опять район, потом уже область. Понимаете, надо хоть район пройти, хотя бы посмотреть... А сейчас этого нету. Хотя в районах сейчас вот ребята пересидели в починке, пересидел Мудряков, там многие пересиживают. Та же самая в Рудне, в Сафоново, готовые кадры. А почему это не подтягивалось? То есть сегодня из Рудни, из Велижа вырасти, допустим, до уровня областного руководителя невозможно. Сегодня в Хиславичах сидит парень хороший, руководитель Пётр Петрович тоже. Его вот взять... Сейчас вот масса людей, которые, в принципе, почему-то их вот не пытаются поднимать. Это может быть двояка причина. Или боязнь получить себе за спиной сильного конкурента. Но с другой стороны, давайте вспомним, вот старшее поколение хорошо вспомнит даже Ивана Ефимовича Клименко. Он иногородний был. Но вместе с тем под ним сидели такие все люди мест, довольно-таки местные. И хотя Клименко руководил довольно-таки весом и все прочее. А Алексей Иванович Орлов, который всегда супротив шел и всегда создавал противовес. Вот сила была, вот у кого была сила, который тоже бедный был тогда. Вы помните. Вы знаете, это очень интересный вопрос. А если рассмотреть сегодняшнюю систему политическую, то есть сегодняшний губернатор на порядок сильнее, чем сегодняшний председатель Смоленской областной думы. Вы говорите, что... Подождите, подождите, это кто так сказал? Нет, ну давайте мы посмотрим на последнее заседание. С точки зрения политических рычагов, потому что последнее заседание областной думы показывает, что есть губернатор, а есть все остальные. То есть у нас областная дума, такой орган власти, он полностью заформатирован под вот эту вертикаль власти, во главе которой след губернатор. Областная дума не является противовесом для исполнительной власти. Ну вот с моей точки зрения. Ну это очень плохо, кстати. Это очень плохо. Это, понимаете, с одной стороны плохо, с другой стороны, ну как вам объяснить? В принципе, это дает плюс сегодняшнюю руководителю области, который сумел так организовать и отформатировать. Слово, конечно, нехорошее, не нравится оно мне. То есть так сумел подобрать людей, которые как бы его соратники появились там. Получилось. Как это он делал? Каким образом? Это уже другой. Ну, с одной стороны, понимаете, когда дума вместе с губернатором, как говорится, в одну дуду, это неплохо. Это нет каких-то мелких распорий, нет каких-то там непониманий. А в споре рождается истина? А в споре, знаете, в кулуарах, в спорте и все. Здесь интересно, выносится вопрос, обсуждайте. А в споре в кулуарах сейчас? Я, честно говоря, не знаю. Другой вопрос я хотел задать. Буквально на днях глава региона заявил о необходимости укропнения муниципальных образований городских округов с целью экономии бюджета. Вот на ваш взгляд, что это вертикализация власти? Я понял, понял. Давайте сразу. Я всегда был противником, хотя у меня, даже в моем аппарате находились люди, ну, тот же самый Валерий Иванович Трощенков, который всегда предлагал вот такие, что Смоленский район, это сателлит города, пускай это будет единое, целое. Там, тут же самую Вязьму надо было там укропить. В свое время прошло укропление, где-то, я могу ошибиться, где-то в 70-х годах. Мы потеряли ряд районов и тут же потеряли как бы звено управляемости, то есть вот где-то на местах. В свое время, когда Жириновский врывался в мой кабинет в 8 часов утра и кричал, что мы стираем Смоленовскую область вообще с лица земли, и мы здесь не нужны, потому что мы такие-то такие. В 99-й год он уехал почему-то с Брянска, как он говорил, и решил заехать в Смоленскую пути. И вот он, раньше же не было такой охраны, как внизу, стояла там бабушка Божия дуванчик, кто-то внизу, и все. И вот он с автоматчиками, правда автоматы были просверлены, да. Вот они сразу вошли, два автоматчика в штатском, ну, сначала, ну, конечно, было неприятно удивлено. И он сразу с порога заявил, что все, мы ликвидируем Смоленскую область как никчемную, как ненужную, которая вообще ничего не производит, ничего не умеет, хотя я даже ничего не успел сказать. Говорит, мы вас объединяем и чуть ли не к Ярославской почему-то он заявил. Ну, я вот так, сейчас уже до слова, да сколько лет-то прошло. Ну, тогда-то Смоленская область намного больше производила его. Да, но это не суть, чисто популистское наступление, и что мне больше всего понравилось, он тут же нашумел, нашумел минут пять, там, сказал, что вас больше нету, все, закрывай кабинеты, все прочее. Но через две минуты сел спокойно, принесли чай, мы с ним сели, говорю, а что ты так расшумелся? Он говорит, ну, как, ну, еду, надо, ну, вот, надо. Надо пошуметь. Надо поговорить с народом, ну, и тут же это все, ну, а зачем вот эти автоматчики, зачем это все? Ну, смешно, конечно, но тогда это уже были попытки, вы помните же, собирались тогда отдельно делать, там, Забайкальский, там, округ, там. Асам Петрович, ну, вот вопрос, в тот момент, когда вы возглавили Смоленскую область, уже на исходе 90-х годов, очень тяжелое финансовое состояние было в Смоленской области, и в каком-то смысле ситуация повторяется сейчас. Вот вам не кажется, что вот сегодняшний губернатор... Совершенно разные позиции, совершенно разные позиции, и, понимаете, просто незнание ситуации. Вот, да, тогда было не так, как сегодня, тогда мы утро начинали с того, что считали, какой объем там, насколько осталось муки, сахара в области и все прочее, прочее. Хуже было или лучше? Вот смотрите, значит, в 98-м, в 99-м году, значит, положение было такое, что одна атомная станция должна была три бюджета области в бюджет заплатить. Должна? Должна. Должна. Задолжала. Задолжала. Представьте, три бюджета. Железная дорога полтора. И остальные предприятия, то есть формально, 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 значит, уже тогда дотационная область была. И когда, вы помните, еще вот старшее поколение помните, стали веерные отключать, я с Чубайсом приезжаю, говорю, что вы делаете? Вы мне все должны, вы с одной станции берете электроэнергию, прокручиваете, мне в область бюджет не платите ничего, и тут же отключаете. Ну, я вот тогда к Черномырдину пробивался, и, кстати, вот очень мне тогда была приятная встреча, хотя она состоялась у него дома только пол второго ночи. Понимаете, он принимал, принимал, вот у дома принимал, и когда я в эту ситуацию рассказывал, он там за голову хватался, говорит, ну что, ну, надо пробиваться, надо выбиваться и все прочее. Раньше было даже такое вот дело, вот в Белграде совещание проходит, там, ну, у всех губернаторов, присутствует, когда Ельцин присутствует, я подхожу уже вечерком и говорю, так и так вот такая ситуация. Говорю, ну, хоть один бюджет, верните из трех. Он говорит, вон, видишь, сидит, вон, вешается, ну, иди, скажи, что я разрешил. И идешь, и до слова говоришь, ну, вот это смешно, очень сказать. И поступал, да, поступал, громко, трансфер, таких слов не знали тогда, просто приходили, приходили, да, какие-то деньги. Ну, с другой стороны, представляете, это вот, тогда было все эти кабинеты, все пробить, все это из Москвы не вылазить, постоянно там с кем-то все общаешься. За четыре года, вот пока я был губернатором, пять представителей правительства поменялось. А раньше была вообще тенденция. Скажем, надо было выстраивать отношения. Отношения, вот сейчас такого как-то не видно, вот я не просматриваю. А раньше только с представителями правительства, чтобы уже было решить вопрос. Понимаете, только вот так. Вы заговорили про энергетику до сих пор, много лет ушло с тех пор, да, но проблема, особенно теплоэнергетическая, для Смоленска, для Смоленской области актуальна. Вот на ваш взгляд, когда эти проблемы начались? И в чем суть проблемы? Что было 20 лет тому, и что сейчас? Совершенно разная система управления была. Если раньше энергетика чисто была, вот это, и все эти сателлиты внутренние, они были государственными или областного значения, то сейчас они перешли в частые руки. Вот когда это все стало переходить в частые руки, когда, ну, которые ничего не производили, а просто забирали, ну, немного раз приходилось. То есть приватизация отрасли, это ошибка. Это слово не приватизация, это не приватизация, это совершенно другое. Такого даже слова, наверное, сейчас не подберегут. Сейчас, если взять современные реалии, как вот вы считаете, вот губернатор, высшее должностное лицо региона, я имею в виду, не обязательно, в Смоленской любой области, вот он имеет возможности и реальные рычаги влиять на теплоснабжение региона. Потому что у нас в одних случаях губернатор говорит, нет, это все частная компания, в других случаях он говорит, что работа ведется в рамках данных мной поручений. Я все-таки не могу разобраться. Ну, вообще, вообще-то и не разберетесь. Здесь, вообще-то, это не вопрос губернатора, во-первых, раз, вопрос. Вопрос этот, скажем, курирующий замок, который должен выстраивать систему взаимоотношений и читать экономику. То есть здесь два зама, это экономист должен быть и человек, ведущий коммуналт. А у нас разве есть зам, который экономикой занимается? По-моему, сейчас и нет такого зама. Ну, не важно, но вы имеете в виду, все равно это прерогатива органов исполнительной власти региона, или нет? Обязательно, все, начиная, кажется, с общественного туалета и кончая космосом, должно быть прерогативом местных властей, если на территории местных властей это находится. Извините, это так должно и быть, оно и всегда так было, и будет. Понимаете? И то, что сейчас, что бы там ни делалось, скажем, очередная очередь не будет строиться атомные станции, это должно быть, прежде всего, какое-то определенное влияние, давайте грубо скажем, доля должна быть области здесь. Александр Дмитриевич, ну, время нашей программы подходит к концу, все-таки хотелось бы услышать о ваших планах. Вы уже, как бы, пенсионер, либо вы все-таки себя мыслите, в том числе, в какой-то отрасли экономики? Давайте назовем так, я сегодня невостребованный пенсионер. А со своими единомышленниками, вот, членами вашей губернаторской команды вы поддерживаете? Конечно, 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 здесь даже и разговаривать эту тему не стоит, со всеми у меня хорошие отношения, со всеми нормальные отношения, но я вам хочу сказать, что есть рядом губернаторов я поддерживаю за их отношения, но, к сожалению, тогда был один из самых молодых, я после Лимжинова, по-моему, был самый молодой. Остальные все постарше были, где-то на десяток лет, и все равно, вот, они в регионах, они где-то там возглавляют или советы при губернаторах, или при мэрах, там все. То есть, это особенность смоленской политики, выкидывать предыдущую команду? Я думаю, это даже не, это просто слабость смоленской политики, в том числе, потому что, давайте посмотрим на то, что пришедшие, вот сейчас, в последнее время люди, хоть они себе пядей во лбу, они не знают людей, ну, не знают вообще людей хорошо, так как, скажем, ну, знали моя команда людей. Я даже вот гляжу, вот сейчас разговариваю с главами и спрашиваю, как часто к вам приезжают и приезжают с области? Они в глаза какие делают, кто приезжает? Да никто не приезжает. Действительно, есть ощущение, знаете, как есть такое выражение, old school, да? Старая школа, да? Вот старая школа, власть, которая закалялась еще во время Советского Союза, она у вас чувствуется? Я вот совершенно искренне хочу пожелать и вам, и тем людям, которые смотрят наш с вами разговор, чтобы все-таки прибегали к вашему опыту, и это действительно очень-очень ценно. Главное, чтобы такие эксперты и опытные люди, как вы, были нужны нашей Смоленской области. Спасибо, я чуть, может, по скриптам здесь. В свое время, вот, при администрации, при моей администрации, был совет ветеранов, вот, именно, управленцев. Их там человек 50 входило, и с ними кошмарно было разговаривать, невозможно было. С ними страшно было выходить с ними на диалог. Они все знали и все умели. Они все знали и все умели, и в балете понимали больше всех, понимаете? Главное, с такими людьми в балю не ходить. Еще два небесных. Еще раз спасибо со всеми праздниками.